ребят решил снять вам мою поездку по городу орландо штат флорида а именно местность называется кисиме город населенный где мы находимся но это все большое орландо поеду поменять шорты тут ехать не очень долго и решил кусочек орландо вам снять видите тут пальмы во все растут так чтобы у вас было такое знаете общее представление о городе орландо именно городок кисиме но не городок большой город сейчас увидите вот это гостиница слева где я снимаю номер мариотт слева так незнакомая местность абсолютно как бы ну вот мы верните налево затем поверните налево он как бы громадный орландо мы здесь были в пятнадцатом году в шестнадцатом именно в орландо и именно в кисиме но в других кварталах мне кажется километра поверните налево километров пять отсюда если в километрах что он большой такой как бы достаточно громадный город что кисиме что орландо как вы знаете кисиме это кусочек орландо скажем так очень нравится мне этот город орландо очень понятный но флорида штат она вообще как бы считается такая хороший штат для меня лично очень понятный штат красивый удобный обжитой очень хорошо сильно заселен практически нет пустых земель я так думаю все земли кому-то принадлежат все обжитое заселенная плотность высокое население единственный минус тухат слишком жарко ребят ну слишком жарко вот показывает сейчас 88 градусов по фаренгейту я сейчас переведу в цельсии минус 32 88 минус 32 56 56 поделить пополам 28 и плюс 2 и 8 одну десятую 38 31 градус машина стояла в тени под большим деревом специально поставил там хорошая тень была 31 градус датчик показывает вот только я выехал значит на солнышке на открытом где-то 33 раз в тени 31 по цельсию ребята 28 напомню февраля последний день февраля вот такая температура ночью было ровно 20 градусов по цельсию я смотрел градусник тоже проверял вот такой орландо громадный мегаполис ребята подскажите кто в америке живет по-моему это столица флориды правильно я помню орландо столица штата флорида здесь куча всего громадный по площади город расположен прям в середине штата приблизительно на одинаковом удалении от берегов от востока запада и приблизительно посередине флориды от юга и севера ну так если грубо считать что еще хотел сказать здесь очень много достопримечательностей различные городские парки лесопарки такие как бы обустроенные зоны отдыха зоопарк значит самый известный очень известные диснейленд если я правильно помню и севолт морской мир ну большой такой громадный аква аквапарк диснейленд для детей ну и для взрослых диснейленд громадный такой город в городе севолт морской мир тоже громадный и что-то я еще 3 забываю наверное что-то связанное с голливудом с фильмами да вы туда попадаете и там и шрек и бэтмен забыл как называется типа диснейленда только вот все что связано с голливудом гарри поттер там замки построены конечно же реконструкция там вот этой сказки гарри поттера и так далее оксана бы наверно сейчас поулыбалась на меня она знает вот эти все парки моя оксана жена и моя дочь и скажут мне ну что ж ты забыл что ж ты забыл ну в общем вот так вот как бы значит хотим мы туда попасть мы в орландо были в разные года несколько раз и вот именно вот в этом кисиме где я сейчас еду нравится мне именно вот этот кисиме пригород орландо но это я все называю орландо но мы ни разу не были друзья вот не в диснейленде не в морском мире севолт вот этот аквапарк очень сильно хвалят там и спуск по реке а как бы на байдарках имитация ну и различные водные аттракционы и вот этот парк который с голливудом связан с гарри поттером очень детям интересно да и взрослым тоже хотим если получится не загадывая может быть в этом году посетить что-нибудь билеты там такие знаете как бы кусаются что-то там по моему мы тогда еще спрашивали выясняли что-то смотрели в интернете там цены стартуют от на все эти места то ли от 100 долларов на человека то ли от 150 долларов но так такие цифры в памяти понятно что там идешь на весь день и так далее как бы куча аттракционов там и так далее но все равно знаете так это вот втроем я жена и дочь если по 300 считать это три сотни если по 150 это уже 450 так что как бы я помню что цены кусаются и мы в прошлые года не могли себе позволить крестинка училась работала мы приезжали в гости к ней как туристы тоже по деньгам ограничено все и мы так не смогли как бы ну можно было но мы решили так не делать пока а вот в этом году или может быть в следующем году мы думаем имеем планы посетить вот эти места вот эти как бы достопримечательности аттракционы парки развлечений справа идут жилые дома закрытая территория вистана ресорт справа как бы большой вот мы проезжаем жилой комплекс за забором невысоким ну его как бы ничего не стоит перелезть он полтора метра высотой подпрыгнул на руках подтянулся перелез я к тому что но здесь очень многое ребят просто сделано как бы многое не все но часто сделано извиняюсь такой термин есть защита от дурака ну как бы просто показывает что жилой комплекс тут все свои небольшой заборчик сделали ворота для машин открываются закрываются автоматически для своих жителей но как бы обозначено что такой чуть-чуть как бы комплекс для своих жителей и символический забор невысокий просто обозначают как бы так сказать пунктиром громадная площадь ребят очень громадная площадь вот этого орландо если брать все его примыкающие города сателлиты так сказать пригороды но для меня это все орландо большой город очень такая территория громадная я думаю наверное на 50 миль севера на юг и наверное то а также на 50 миллион достаточно круглый с востока на запад громадная территория я думаю вот со всеми вот этими пригородами это несколько миллионов жителей тоже плюс очень много одноэтажного жилья одноэтажных построек поэтому он очень раскинутый в пространстве единственный минус очень очень жарко если сейчас 28 февраля плюс 31 днем то летом свободно 40 градусов частенько бывает за ракет поверните на право затем поверните налево все приехали друзья поверните налево затем поверните направо немножко показал вам немножко рассказал так обычно ребят тоже на заметку инкамент трафик входящий трафик всегда обычно нету стопа видели я въехал у меня нету знаков стоп человек справа меня ждал отмотайте посмотрите вот под этим деревом я вчера стоял когда приехал и разгрузился сейчас опять также встану вчера приехал разгрузился и вот под этим деревом на три с половиной часа поставил машину и вырубился просто меня вырубило три ночи три ночи по моему ехал если не ошибаюсь два ночных рейса три ночи там получилось захватил там конечно я один раз паузу сделал мне тоже сняли гостиницу я тоже там чуть-чуть удалось поспать так урывками вот но меня вырубила вот вчера под этим деревом вот и что хотел сказать три с половиной часа я в машине движок не стал выключать потому что кондиционер чтоб работал так невозможно спать ребят на улице 31 и в машине спать без кондиционера да вы не сможете включил кондиционер поставил посильнее вентилятор чтоб продувало и под деревом в машине три с половиной часа я проспал вы прибыли к месту назначения так вы прибыли к месту назначения все стоят давай здесь вот немножко против стрелочки они тут расчертили вперед-назад но я думаю не принципиально на плазах хочу опять под тоже дерево встать под которым я уже был мое дерево вот вот это место я уже знаю это мое место ребят здесь я стоял все пойду поменяю шорты своих на более маленький размер спасибо что были со мной показал вам кусочек орландо если будет что-то интересное обязательно вам сниму всех благ пока пока